Здравствуйте, друзья. У нас этим летом вышло два ролика, посвященные палаткам Red Fox. Вполне ролики комплиментарные, потому что на первый взгляд палатки оказались очень и очень качественными, хорошими и удобными. У нас пошел процесс эксплуатации и я считаю своим долгом о процессе эксплуатации рассказать, об опыте, который получаем. История такая, как только я выложил ролик про палатку Challenger 2, сразу же мне написал мой одноклассник, который много занимается водным туризмом и сказал, что вот у него на Challenger поломались все дуги. Ну, я решил, что как-то это может быть какая-то особенная история, какая-то там частность, да, и не придал, честно говоря, этому значения. А потом у нас на нашем одном из Challenger тоже сломалась дуга, причем сломалась совершенно по-дурацки, то есть не было никаких ветровых нагрузок, не было никаких событий, потому что просто палатку собирали перед походом. Вдруг хобана и сломалась одна из дуг, причем сломалась в месте крепления. Ну, я так тоже пожал плечами, вообще я не понимаю, чего там ломаться, да, то есть при нагрузках на сплавы обычно у нас бывают такие ситуации, там палатки снаряжения лежали на земле от ветра, да, а потом вставали и даже остаточного изгиба не было, не то что там. То есть для нормального сплава нагрузок таких у нас, чтобы он сломался, их просто по определению, не знаю, там где-то в горах там три метра снега навалит, это наверное, а здесь нет. А тут еще приезжают друзья с Vox и говорят тоже, а у них такая интересная палатка, как бы RedFox, которая, я сейчас не вспомню модель, у которой как бы сама палатка это тамбур, а тамбур это палатка. Я говорю, ребята, дайте, значит, на обзор. Они говорят, а у нас тут дуги поломались. И в том же самом месте у них ломается дуга. Вот посмотрите, пожалуйста, да, то есть это место крепления и в месте крепления, где видимо сплав потоньше, хотя нет, он везде одинаковый, в месте крепления, где идет нагрузка на излом, небольшая, происходит поломка. Это такой, честно говоря, неприятный сюрприз для меня, потому что всегда я воспринимаю дуги из сплава значительно более надежные, чем Fiberglass, чем любые другие вообще варианты. Поэтому, скорее всего, речь идет о том, что это, конечно, поставщик. И если кто-то из фирмы RedFox нас слушает, обратите, пожалуйста, внимание на эту проблему. Ну, у нас это еще не приобрело массовый характер. У нас четыре палатки, да, одна пока вот только пострадала, но три палатки из знакомых и причем вот так вот, одна за другой, это, наверное, симптом. Сильно подозреваю, что проблема в поставщике. Здесь, скорее всего, речь идет даже о заказе палаток на стороне у каких-то хороших китайцев, приличных. И продажи их под своим брендом, такое достаточно часто практикуется. Но это заметно и по моделям, в общем и целом. Но при этом, конечно, грустная история. Пожалуйста, будьте бдительны. Если у кого-то еще есть случаи поломки дуг у RedFox или у каких-то других палаток из сплава, потому что из фибергласса, это уж понятно, они сами по себе ломкие достаточно. Вот, пишите, интересно будет узнать статистику. Вот, что касается ремонта, ну, наверное, можно будет сделать как-нибудь отдельную историю. Наш инструктор Саша, он просто купил в снаряжении, в магазине снаряжения, купил дополнительную дугу, отрезал нужный кусочек, сделал ставку и это заняло у него ремонт, ну, не знаю, там, буквально полчаса-час. Но при этом сделать такой ремонт в поле, наверное, бы он не смог. А запасных секций там, конечно, не было. Вот такая вот история. Будьте бдительны. До встречи в поле. Субтитры сделал DimaTorzok